7 советов для набора массы без химии 1. Упорно-негативную часть движения Мышечный рост вследствие мышечного сокращения Наиболее полным оно бывает, когда мышца удлиняется под действием веса, а не укорачивается Сообразили? Когда вы поднимаете штангу на бицепс, он собирается в комок, сокращая длину А вот когда вы опускаете штангу, он наоборот растягивается Как раз эта фаза и будет для роста массы самой эффективной Хочешь массу, поднимай вес на счет 1-2, опускай на 1-2-3-4 Исключений нет В любом упражнении намеренно затягивай возвратную часть движения Номер 2. Ешь рыбу Мясо рыбы буквально пропитано жиром Он вреден? Как раз наоборот Есть в рыбе одна разновидность жиров, омега-3, которая бешено важна для культуриста Она действует словно стероиды, более того, повышает чувствительность мышечных клеток к инсулину В итоге в клетки попадает больше глюкозы, растет сила и масса Причем сухая масса с минимальным количеством жира Второе. Омега-3 помогает заканчивать внутрь мышц больше аминокислот Опять же растет масса, экономит гликоген и повышает уровень глютамина в мышцах Пример. Жиры омега-3 широко продаются в аптеках в виде пищевой добавки Номер 3. Нет аэробики В период набора массы об аэробике надо забыть Аэробика снижает силу за счет расхода мышечного гликогена Но хуже всего То, что любая аэробная активность, будь то плавание, бег или велосипед Приводит к распаду в мышцах аминокислот BCAA А ведь именно они и отвечают за рост мышечных объемов Чем меньше в мышцах BCAA, тем меньше мышцы Короче, скажи, аэробики нет Номер 4. Чем сильнее, тем больше Величина мышцы пропорциональна ее силе И что? А то, что надо качать силу Вот тогда и начнется мышечный рост Из физики известно, что сила это масса Поделенная на время Вот и получается, что чем быстрее поднимаешь вес Тем больше сил надо прикладывать Так что первую фазу упражнения Всегда начинай мощнейшим взрывным усилием Будешь сильнее, а значит больше Номер 5. Калорийность То вверх, то вниз Питание до и после тренировки для набора массы крайне важно Это ясно каждому Но вместе с массой растет и подкожный жир Как быть? Ты уже определил для себя по формуле Среднесуточное число калорий Например, 3000 А теперь возьми и подними его в половину До 4500 калорий Но только на 3 дня Это сразу же приведет к повышению уровня Гликогена в мышцах Станешь и сильнее и больше Потом возвращайся к обычной калорийности Пока не началось превращение лишних калорий в жир Этот способ дает хороший толчок массе Его же всегда используй, когда надо выйти из застоя Лучшего пока никто еще не придумал Номер 6. Отдых Тяжелый тренинг подавляет секрецию половых гормонов И усиливает концентрацию кортизола в крови Параллельно ухудшается способность мышц накапливать в себя гликоген Как быть? Наблюдайте за собой И если половое влечение пошло на спад Дайте себе 2 полных дня отдыха от тренинга Этот с гарантией приведет организм в норму Потом сами увидите, что накачка идет лучше Так и должно быть Гормонов-то стало больше Номер 7. Спортивные добавки нужны Тяжелый тренинг ослабляет иммунитет В ответ организм отбирает у мышц глютамин Аминокислоту, которая способна поднять иммунную устойчивость нашего тела Оставшись без глютамина, мышцы слабеют Так что глютамин надо обязательно принимать дополнительно Вторая по важности добавка, без которой ну никак не обойтись при тренинге на массу Креатин Вообще-то он содержится в мясе Но сколько же этого мяса надо нам съесть? Проще отмерить себе креатин в чистом виде Тогда ошибки не будет Третья добавка Аминокислоты Валин, лицин и изолицин БЦА Они разрушаются в мышцах при интенсивном тренинге Поэтому их тоже надо грузить в себя дополнительно Но а протеин, спросите вы, как с ним быть? А вот протеин предпочтительнее натуральный Применяйте смеси только тогда, когда у вас нет шанса поесть нормально Понравилось видео? Ставь лайк Обязательно подпишись на обучающий контент До новых встреч, друзья! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok